О Великой Победе, о роли Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, о войне в семье отдельного человека и произведениях белорусских авторов на военную тематику шла речь на семинаре, организованном Лицкой епархией и районной библиотекой имени Янки Купалы. Подобные мероприятия проходят в нашем городе уже пять лет, и всегда на них рассматриваются вопросы духовного и патриотического содержания. Главная цель таких лекций, бесед и семинаров – повышение квалификации работников публичных и церковно-приходских библиотек в направлении духовного просвещения и духовно-нравственного воспитания личности. Районная библиотека и Православная Церковь очень тесно взаимодействуют между собой уже на протяжении многих лет. Православная Церковь предоставила библиотекам большое количество книг православной и духовной литературы, которая пользуется большим спросом у наших читателей. В преддверии 75-летия Великой Победы организаторы семинара «Акцент» сделали, конечно же, на теме Великой Отечественной войны. Его участники ознакомились с выставкой «Время и память», где была представлена литература о военных событиях, и еще раз услышали о том, как эта тема раскрывается в произведениях белорусских авторов, а также вели речь о том, как подрастающее поколение чтит память своих предков, воевавших за мир и свободу. Была обсуждена и роль православной церкви в годы Великой Отечественной войны. Для кого не секрет, что к началу Первой мировой войны русская православная церковь в Советском Союзе практически перестала существовать. Осталось совсем немного храмов, совсем немного священнослужителей на свободе. Но вот, как ни странно, начало войны в корне изменило эту ситуацию, и советское руководство изменило свое отношение к церкви, и увидело в церкви ту действительно духовную силу, которая может сплотить народ, которая может помочь государству, как это было всегда в истории России, Руси, как Великой, так и Белой. И действительно так и произошло. Особенно хочется отметить роль православного духовенства, служившего на оккупированных территориях, на оккупированной Белоруссии, в том числе многие из этих священников активно помогали партизанам, они утешали людей, они помогали им верить в то, что победа близка, что война закончится, и можно будет снова строить мирную жизнь. Многие из этих священников поплатили своей жизнью за такую позицию. Кому-то пришлось до конца войны жить в партизанском отряде. После войны многие из этих священников, награжденные советскими орденами, медалями, они открыто вспоминали об этом своем подвиге, рассказывали близким, окружающим, своим прихожанам, и подчеркивали, что вот тот опыт, когда вроде бы безбожное государство, но обратилось к церкви и нашла в ее лице такую весомую поддержку, он как был в прошлом, так и в Великой Отечественной войне этот опыт снова явила. И он является опытом, который нельзя забывать и который всегда может быть использован. На семинаре было подчеркнуто, что вопросами духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения должны заниматься не только педагоги, но и священнослужители, библиотекари, педагоги воскресных школ. Только общими усилиями можно будет сохранить историческое прошлое и уважение к тем, кто завоевал Великую Победу. Мы должны помнить Победу, которую ковали наши для нас с вами предки. Все-таки она досталась нам непростой ценой. И для той Победы, которую мы сегодня чтим, для той Святой Победы, Великой Победы, потрудились многие люди. Это люди были и интеллигенция, и люди простые, и мужчины, и женщины, и даже дети. Люди, каждый в своем сословии, кто был ученым человеком и, может быть, трудился в должности конструктора, к примеру, создавали ту технику, которая на сегодняшний день уже является легендарной, и с помощью которой мы завоевали Победу, люди, писатели, писатели и поэты, в частности, писатели и поэты нашей, нашей Белорусы. 15 ноября в Лиде пройдут Пятые Лицкие епархиальные рождественские чтения. Участники данного мероприятия будут вести разговор о предстоящем юбилее Великой Победы и подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне. Со своими докладами выступят профессора и преподаватели высших учебных учреждений Беларуси, в том числе и военные офицеры.